так друзьяки всем привет сейчас вам покажу что у нас за опоросы произошел на днях и покажу барашкиных покажу тюльпана покажу мастерскую кумы начинаем робить короче все потроху тейка самого начала вам обязательно тим кто мы не дивится кто как бы постоянный зритель на канале а не зальотный вам надо перейти по ссылке под видео я зроблю и закреплю в коментариях на подписание героя украины посмертно это за мной связался довжик андрей с полтовщины его сосед помер на в войне и сейчас подписывают и прохания на то чтобы ему присвоили героя украины посмертно президент украины короче надо подписать там надо 25 тысяч подписов а всего там по моему не помню точно дивись последний раз не помню 900 чем то то есть еще 24 тысячи надо подписать так что все не линьтесь перейдите по ссылке там элементарно нажали на ценненький такую строчку я в коментариях закреплю или вверху перейдите и подпишите и все там собирают подписи название героя украины посмертно так что сначала сделаем это что я говорю а тогда уже дивимся тюльпаны поросят погнали первое тюльпан тюльпана мы перед тем как будем убирать замеряем замеряем потому что ему уже осталось 20 там чем то днём 26 25 что-то таки но небагато замеряем его опять че подвиснем за за 19 до 12 месяцев че не будем дивиться сейчас я его попробую трошки поварушить почухать поднять можем подниматься ну таки здорово это я ему сейчас намешал корма насыпав ну так есть дуже мало давай тюльпан винтик как я наверх за залазу на нём вот и меч жужжмарь бачи таки ну реально в районе 300 ось сейчас дивлюсь на него ну машка была примерно такая сама да у нас была поросна с поросятами 370 ну ну районе 300 ну реально будет дать тюльпан но будет будет голова маленько все як полагается дивиться таки 11 месяцев и пару днём раз и один один месяц и тоже пару днём на тей стороне разница получается в 10 месяцев маленькие тюльпаны дети баронессы что я тут зробил я сюда 5 штук який был и чуть-чуть меньше их 5 в клетку посадил и тих кто был и крупнейшим почитать по 4 раз приделив 4 сюда и 4 в ту клетку едят вон и сейчас продолжают предстарт как и ели при свиноматки и чуть-чуть подмешиваю старт для поросяток военного ничего нема все просто и элементарно и и что контролирую чтобы по носу не было но тут у меня первая маленькая по носу нема эти кукурузные палочки вылетают отлично тут тоже нема а кое в якого появился в третьей клетке по носу и то сегодня утром обнаружил что уже прекращается а позавчора еще був сильненький там в одного чи в двух сейчас уже так пішло на уменьшение ось дивиться разница 11 месяцев и пару днём один месяц и пару днём бачите оце атакие тюльпане буду через десять месяцев так что пошли дальше мы убрали с мастерской но с будущее мастерской убрали всю пшеницу саймон перевез у кормовий цех тут оставалось а почти 5 бигбеги ось бигбеги пустые будем их витрусывать складать короче куда-то пригодятся а тут а будем робить на зиму мастерскую аля улю и у меня есть а там моя солдеповская плитка маленькая там 15 на 15 беленько то и там у меня квадратю 60 еще что я брал чипа 10 гривень за квадрат а одну гривню гривня штучка мы брали да да то есть гривня штучка че 2 гривни штучка я понабрался в сарае положили ну и здесь да дядяки и у меня еще квадратов 60 вона есть еще здесь положим и я хочу попросить Рустама чтобы сюда положил эту савдеповскую плитку в мастерскую чего того что тут а мастерская постоянно мне и робить даже вот чем я занимаюсь топорами постоянно всю зиму ци топоры робить и тем более там ра багато разновидностей у меня будет там короче куча планів проектов на это все и много уже есть сколько их надо робить и я робить не да я то там то там то там вот так и перебегаться хочу сделать мастерскую воно получается что пиль будет постоянно буду не дихать сутками хочу положить эту плитку сюда там мені ровность ну чтобы ровненький вербов а як там шли воно мне роль не грая чтобы пиляка не летала и также потепляю векна и поставлю сюда буржуйку в угол положу тут а таку маленькую стеночку с кирпича ну чтобы не да ничего и тут поставлю буржуйку трубу в стенку виведу оце тут а провежала ровно один год пшеница у бигбегах на бетоні під бетоном пленка красота все сухе идеально просто не нарадуется такий самий пол у меня в ангаре так что кто там думает на бетон можно высыпать пшеницу не можно а нужно только обязательно положить пленку четко и залить бетон и уложить высыпайте пшеницу насыпью ничего она не пропадает ничего не этот если есть гидроизоляция под бетоном сохраняется все просто идеально не надо на какие асфальты это дешевше лучше ну самое главное дешевше это у меня две двери на на той новый сарай две таких одинаковых а третий зробим из того что есть и тут а я что зробил у меня тут мешатник був страшный мы сейчас саньком опустил его полностью заливку зробили и обшив металлом ну какие были куски ось бачите металлом обшив стены и и залив бетоном мы же ну забегали через двери там якийся одиничный случай я пакетики кидал ну чтобы погрызгали были за год бег беги такого нема чтобы мешки испорчені были такого нема то есть ось вам ну пожалуйста факт на лицо что пшеница не пропадает на бетоне никакой мыши в вагонах тут не лазится полный бред мы тут обшили металлом заливка снаружи тоже по низу обрезки проф листа покрутили ну чтобы миши шмиши там таки все и все тут а я я думаю у меня тут пиляки будут можно тут а таку маленькую перегородочку сделать типа тут а чтобы якийсь маленький такий диванчик был там чайник поставить таке чтобы без пиля тут где пиль на сторону так тоди тепло не будет идти чи тут и так мало міста ну короче надо будет думать як робить и векна у меня есть поставим короче вот так и пошли показываю пороси тепер все вы знаете что я продавал свиноматок и тих свиноматок яких не купили ну яких люди не выбрали я оставлял собі багато хто поскидывал мені видео деяк попросились мои свиноматки там получается в одного у валковском районе шесть штук опорос был первый опорос первязки я думаю ця проблема не в свині а в осеменене а так у всех 12 14 13 нормально дивиться шоу мене бо я самый-самый крайний покрывал цю партию начинаем самого начала тюльпанша 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 це шо оставалась тюльпаном це вообще яку не выбрали вона сама крайня оставалась с тюльпаном я тюльпана перевів на от корм а її на этот ну сюда на опорос вона не первый опорос первый опорос 11 штук мы уже им покупировали хвости и уже даже зробили кастрацию зубы в первый день чтоб не кусались мордочки короткие головка маленькая тюльпани самі свиноматки хоть бери до рани прикладай просто ворошиловши усі от тюльпанша опоросилася 11 штук опорос був часа два з половиной три всі практически все днем не одна ночью то есть мы вообще грубо говоря можно сказать не напрягали це первый опорос 11 штук пошли зай дальше сюда пока не буду другий опорос волосынка от волосынкой есть плюсы и есть маленькие минусы волосынка в ней это другая что поросилась после тюльпанши у ней опорос получился если всех взять 15 штук 15 штук одни вышло не живет 14 живых и два маленьких уже придавила маленькие я и думал что они наверное этот но чакленькие такие два маленьких уже придавленных и итоговно и сейчас 12 12 штук все живи здорови веселеньки бедовеньки все же самое свиноматка хоть бери до рани прикладай спокойно все ну двух маленьких придавила ну я вам скажу воней чакленьки бою все другие опорос після тюльпанши тоже днем и тоже часа два с половиной три но не долго утром да ну днем погнали дальше безымянно безымянно ты моя то же самое свиноматка хоть до рани прикладай опорос 15 штук и все 15 живи здорови все хорошо беда не и бегай и у меня тут априкоса сейчас вам покажу и смоглянка осядна их 2 век 2 абрикоса бачите и бачите какие в ней глаза яку смоглянки такая красавица типа да не трогайте мене я тут просто мимо проходила иди еще одна за така есть ну хай не будем этот и вот девица цеполучается 15 штук безымянно опоросилась и все тоже живи здорови все габаритами одинакове шо я думаю я думаю 15 ей як бы богатенько вона первичка не 14 сосків штучки 2 кинуть до своей сестры родной тюльпанши сейчас день 2 пройде хай они пока молоко попьют у своей родной матері а потом пару штук туда смешаю в одном ящику и кинем до тюльпанши вона их дотягне потому что ну цей богатенько 15 если там сейчас у нас 12 нормально тут 11 2 кинем 13 и тут будет 13 то есть вот так разделим вот так друзья у меня пройшли 3 опороса что я ждал от первисток все як я вам казал повните я продавал свиноматок кажу визмите свиноматку я не помню почему продавала тысяч по 17 наверное по 17 да по-моему по 17 тысяч свиноматку ремонтно мы продавали и вот вот у меня свиноматка вот я купил ее за 17 тысяч примеру так там чтобы никого не придавило я ее купил за 17 тысяч и вона подождал трошки там месяц месяцев четыре вона опоросилась и дивиться что у меня есть ну берем тут а 15 поросят по три тысячи сколько 45 тысяч 45 тысяч вертаем 17 затрат на свиноматку виходит 28 тысяч остатка и хай 8 и где расход там ваш труд ци три месяца четыре месяца там те есть смысл взять нормальную ремонтную свиноматку да в одного из так как она их не дали за все же никого никто не придавил давай идите вообще сейчас в этом прямом эфире придавлять вас и вот дивиться одна людина брала с Валковского района у них шесть штук опоросились даже шесть штук тоже нормально свиноматку одевать ну бывает так это же природа осеменяли или рано или трошки позже или не стояла тут фактов куча но сам факт что все кто брал свиноматок почти всех они попоросились знаю одного тут недалеко то они и не покрывали а так вот ап-ляп ну короче не следят не покрывают взяли просто держать свинку и все и бачите как вот вам реально без всякой заморочки стас я хочу заняться свиноводом взяли свиноматку осеменили подождали и получите прибыль сейчас поросята ну по три тысячи там плюс-минус по три тысячи ну хай даже две с половиной все равно выгода есть свиноматка есть мало півтора килограмма утром півтора вечером это как хода поросна на норме сидит а как уже вот допустим опоросилась и перед опоросом там за несколько днів то уже даю стартовый корм и уже дивлюсь поїли так что то так не чавкай тюльпанша не чавкай тюльпанша похожа на тюльпана есть у них вот птика бачите а тюльпанша вонаж на норме сиди сидела все время як была покрыта то вона трошки меньше а тюльпан на откорме він їв у волю скільки хотів а тюльпанша именно ну трошки меньше вона там 200 плюс ну 300 в ней немає и не надо чтоб такий вес пока в неї був так что то таки дела лампи красні мы включаем на ночь сейчас часов в 11 дня выключаем и включаем аж часов 8-9 вечерок начинать холодать красні лампи вони сразу туда йдуть сейчас вам ще абрикоску покажу другу вот я брав одну а це не абрикоса це абрикос ну він трошки не таки в твоих глаза черні а це хлопець будем кастрювать біжай біжай вот просто свиноматки які спокойні це просто ну шо таки да безымянна вона от мені казали что вона безымянна да ей имя у ней имя есть безымянна ось вони 15 штук и не не дали никого да безымянна ой ти моя жерчичка и поїла вже зутро ей насыпав хорошо молодец 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 ничего тут не скажут сказать ничего тобі молодец о диреки щековинки хороших на запекання да в духовку нашпигувать чесником ничего трошки похудають вони витягнуть пока своих жерчички малых так что то так вот дивиться я ж вам не то що там знаете тоді навязывал ну як предлагал свиноматок куплять а мені ой ти втридорого просиш ти там я тут я вас я вам показую факти тоді купили свиноматок у людей вже опороси пройшли і в мене самого крайнього опороси теж пройшли любу свиноматку взять яка в мене опоросилась люба дала прибылі 50 процентов берем пюльпаншу 11 поросят на 3 33 тисячі 17 потратив остається скільки вигодно вигодно так свиня остається і вже прибыл є і все не надо заморачиваться сразу хтось каже а я теж хочу щас купить свиноматку щас нема будуть свиноматки оці буду продавать свиноматок ось дитвори у дитворо це все після нового года пожалуйста хвати всім це ж ми собираєм поросят на новий сарай мені надо туда зібрати штук 75 от у мене вже є щас десять двадцять 35 36 37 38 38 добавляєм барашкиних 13 48 49 51 порося вже є ще 20 штук надо 25 ну да мене ще свиноматки будуть і якраз туда і оттуда з нового сараю будете куплять вже після нового года собі свиноматок ремонтних покрити і буде вам отаке щастя ідем далі буде щастя хто хоче підождіть і щастя буде дочка київлянки буйна живенька покрита чесно говоря було в мене желание її продать вона в мене покрита все нормально і там ще пару місяців до опороса чи трошки більше а потом передумав думаю хай буде місяць до опороса місяць до опороса первістка да нюрка от хто більше вік давай так нюрка більше или тюльпан мне кажется нюрка більше да нюрка більше да от значит нюрки кілограм 350-370 ну реально є ну нюрки уже скільки год 3 годика нюрка це в нас була самая маленькая свинка кнопа да оце ж вона і осталася покрилася да нюрашка нюрашка спокійно дальше идем до бешених київлянка і обеззянка київлянка тоже в нас покрита вона вилетела у нас із бачите яка бачите яка бачите яка от все равно одне і ж передало світочки київлянки таке ж саме а як чухаю одразу успокаивається київлянка вона була в місті з нюркою в них опороси я підгадував а потім нюрка перегуляла і в них збой получився у місяць тобто і київлянка пороситься а потім нюрка і нюрка в місті з двомя ремонтними свинками вандрацкантор обеззянка обеззянка теж скоро будем переводити її на на станок ну на опорос станок ну теж все вроде би нормально з характером трошки дурнувати оце раз і оце два но поросята отлично і поросята шкрим дюрком і за цього воно якби витягує шоболі мене нормально а це наші дві ремонтних свинки вандрацкантор покриті це должен бути опорос місті з нюркою ну так подивимось як матеря які бо ще таких не було і дві дурнуватих на м'ясо будемо вбирати туди недільки через дві коротше отак волосинка та все нормально воду п'ють і дядь барашка от що значить надо внимательним будь коли держите і до кожної свині надо привикнути ну знати характер настроєння туди сюди в мене барашка як гуля реально не видно що вона взагалі гуляє от не видно що вона гуля просто не видно є там такі маленькі нюанси я їх вже вичислил і узнаю що щас вона гуляє і от ми забрали поросят я підгадав щоб на понеділок вона загуляла і так получилось що ми забрали поросят п'ятий день був в неділю вечором і вона почала зриватися одійне бо все кричать буде і вона почала в неділю вечором зриватися я попробував все хорошо і в понеділок поїхав по дозу взяв дозу і після обід їй ще балунчик пшикнув вона так як як скотюбило в ухо так і ми її іскусственно осімінили і все нормально все вже вона не стоїть вже вона не гуляє все вроде би дай бог щоб все було хорошо барашка щас пройде 18-21 день подивлюсь що покрита нема ніяких здвигів по фазі не загуляє і будем барашку переводить на вольну клітку ну допустим сюди а в барашке на місце та нюрку наверно вона здорова якраз нюрка і а ми більшинств не поміняємо щоб київлянку ну короче подивимось такого київлянка мавкувата для метрового станка не не вилізе не 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 вилізе короче так друзья все вам показав тут а в мене получается шо ось уже начинаю ажіотаж по а мамка то їх ще не кормить ну да лягай 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 давай 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 показуй показуй як ти кормиш давай нападай все кому не лень іди сюда пока бачите бояться идіть у вас тут всі свої сельські водій дуба бояться підійти до мамки ми ж їм ще зуби пощіпали і вони наверно трошки помнят що можуть ще зуби пощіпати опа абрикоса побігла перше зараз і тюльпанша лягає вже кормить от 15 штук хто спить сладким сном давайте поможем підняти другий ряд вона то виставлять другий ряд но лучше трошки помахти опата он бачите на низах уже джик-джик-джик-джик-джик-джик і наверхах так шо ото такі друзякі дела а вон одне спить бачите під лампи вырубило і не чує шо мамка корме ну потом в следующий раз поїде це ж таке діла тюльпанша своїх не корме бігають уже вирощать ждуть а вона решила шо ще рано так шо ото такі друзя діла всім а диви не дає ну зачарано да а я мішаю а не щас повернуться диви диви щас начне щас я їм поможу мамку розвернути ото так і все все едять а эта волосинка сама їсть вон воду п'є вона своїх не корме в основном вони в одне время і та і та і третє лягай кормить бачите тут а соски є свободні їх всього 11 сосків 14 і вони гульбасить а там свободних нема я потім перекину просто пару штук сюди до тюльпанша і я думаю буде нормально а ти чого заблудився там ти шо а чого ти не йдеш сюди давай іди їш іди їш бо потім не дадуть та вони не дуже я дивлюсь і голодні щоб так прям а не дуже голодні щось а я можна свою найти да ну да свою найти ну да там трас видно шо богатенько і всі одинакові рівненькі це порося там другий день тим порося там другий день два дні вже і тим два дні а сьогодні шо у нас а сьогодні а ну два дні третій день два дні третій день будем цих тоже кастрювать волосинки і безымянный кастрювать хвосты а ці вже зроблені ці старші трошки на на день чи на півтора так що друзя по свиноматкам не надо мені щас названювать запиши став на свиноматок я приїду брать дивіться слідіть за каналом після нового года може до нового года начнем потихеньку продавати свиноматок і потім просто приїдете вузьмете виберете і все не надо устраювати ажіатаж щас запишіть мене запишіть мене не надо цього робити слідіть буде які виживуть переведемо туда і вузьмете всім хвата там будуть разні і кантори будуть і ландрас кантор і от моїх ефок от волосинки от цей от тюльпанчі діти ефок перекрити теж вузьмете так що то так всім спасиба за внимание і всім пока